Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала Розовое Хобби. С вами Татьяна. Я рассказывала вам о том, что выращиваю свои розы в контейнерах, в больших вазонах. А сегодня расскажу о весеннем уходе за этими розами. На зиму розы я убирала в непромерзаемое помещение, где температура была от нуля до плюс двух градусов. В последний февральский день я заметила, что розы начали просыпаться. Вазоны перенесли в светлое прохладное помещение. Почву вокруг я обложила снегом. Снег очень медленно таял, постепенно увлажняя грунт в контейнере. А спустя месяц почки на розе тронулись в рост. А это означает, что нужно проводить обрезку, подкормку и обработку розы. Сегодня я расскажу о весеннем уходе на примере розы Флорибунда Шакенбург. Эта роза растет у меня третий год. Как видите, поверхность грунта прикрыта корой, но прошлогоднюю мульчу я буду заменять свежей. И сейчас я буду убирать всю кору с поверхности. Я сняла мульчирующий слой и кроме того удалила землю около трех или пяти сантиметров поверхностный слой. Роза еще молодая. Пересаживать ее в большую емкость я не буду в этом году, поэтому удаляю только верхний слой грунта и заменю его на новый. Обратите внимание, когда я сняла верхний слой грунта, стали заметны молодые корешки. Причем идут эти корешки не от корневой шейки, а от побегов. То есть это образуются собственные корни розы. Поэтому снимаем грунт очень осторожно, чтобы не повредить такие корни. Теперь стали хорошо видны побеги, которые подлежат удалению. Вот этот побег наверху очень тонкий. Я такие всегда обрезаю. Нижняя часть побега выглядит нездоровой. Явно ему уже три года и значит самое время удалить, дать дорогу молодым. Инструменты для обрезки я обязательно обрабатываю. Вот это у меня спиртовой раствор. Достаточно просто опрыскать. Любую обрезку я начинаю с санитарной. То есть удаляю больные, сухие, поломанные. Вот буду обрезать побег. Надеюсь, вам будет хорошо видно. Вот так. Все. Обрезаю. Этот и вот этот второй у меня. Обрезаю низко. Вот так. Вот я вам его покажу. Видите, серединка у него плохая. Место среза я обязательно обрабатываю. Есть живая корара, нет. Как видите, в саду еще лежат сугробы. И я ставлю розы на застекленной веранде. Поэтому после санитарной обрезки можно сразу перейти к формирующей. Вот смотрите, этот побег растет в центр куста. Его нужно удалить. Тонкие, слабые побеги, на которых не будет пышных красивых цветов, я тоже удаляю. Роза пышно цветет. Поэтому нужно оставить крепкие толстые побеги, чтобы удержали цветы. Приступаю к обрезке. Удаляю побег, растущий в центр куста. Тонкий побег второго порядка обрежу на нулевую почку. Крепкие побеги я буду обрезать на две, максимум три почки на ту почку, которая растет наружу. Обрезаем, не жалея. Из этих двух почек начнут расти новые крепкие побеги. А на этом побеге почка, растущая наружу, оказалась третьей. Значит, обрежу над ней. Смотрите, вот он идет побежек. Тоненький. И лучше, если я его срежу на самую, вот эту нижнюю почечку. На одну почку обрезаю. Вот так. То же самое вот здесь. Вот здесь смотрим. Вот он, тоненький побег. Побег тонкий. И я режу на нижнюю почку. Формирующая обрезка это творческий процесс. Но основные правила нужно соблюдать. Удаляем побеги, идущие в центр, перекрещивающиеся, мешающие друг другу побеги, слабые побеги. Почка, над которой делается обрезка, должна всегда смотреть наружу, чтобы создать расширяющуюся форму куста. Так выглядит роза после формирующей обрезки. Как известно, любая обрезка стимулирует рост побегов. Поэтому розу нужно подкормить. Кальциевая селитра – самое лучшее первое весеннее удобрение. На 20-литровую емкость вполне достаточно одной чайной ложки кальциевая селитра. Я вношу ее по краю вазона. Розу я засыплю свежим грунтом и добавлю вермигрунт. Он содержит полезный биогумус. Почву грунт я досыпала не до самого верхового зона, чтобы позднее досыпать коры. К сожалению, сейчас до нее не добраться. И остается завершающий этап – это обработка розы. Сегодня я обработаю от болезней препаратом Хорус, который работает от плюс 3 градусов и выше. К сожалению, биопрепаратами пока обрабатывать рано, температуры не позволяют. Но в ближайшие дни ожидается повышение температуры. И возможно, я применю биопрепараты от вредителей. А вы посмотрите, какой получился побочный продукт. Некоторые обрезанные побеги, достаточные толщины и вполне могут быть использованы для черенкования. Дорогие друзья, вот, пожалуй, и все самое важное, что нужно сделать весной с розой, растущей в вазоне. Если у вас остались вопросы, задавайте. Я на них обязательно отвечу. Поставьте, пожалуйста, лайк, если видео было вам полезно. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас создана группа «Розовое хобби» в Телеграм-канале. Ссылку для подключения я оставлю внизу под видео. Всем желаю приятной встречи с вашими розами. Подпишитесь на канал, если вы не сделали этого раньше. Всем спасибо за просмотр. С вами была Татьяна. На канале «Розовое хобби». Розовое хобби. Розовое хобби Субтитры подогнал «Симон»